Да, советский утренник. Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Вы попали на мой канал, канал Владислава Бурмаки или же Бароча. И сегодня я нахожусь немножко в другом ракурсе, но все же в своей парной студии, как вы и назвали. Сегодня я хочу записать свою реакцию, посмотреть нового участника Евровидения 2019, потому что я настоящий Еврофанат, и мне очень-очень хочется скорее же посмотреть всех участников, которые известны. Но с этими реакциями я же не могу, например, послухать песню, потому что мне нужно записать реакцию. Ну и как бы это очень сложно, так вы знаете. Иногда там в Инстаграме где-то промелькнет это видео, но ты же старайся его перелистать быстренько, чтобы ничего там лишнего не побачить. И в общем-то сегодня я хочу сделать реакцию на Хорватии. В прошлом году Хорватию представляла Франко. Песня так мне очень не нравилась, когда я уже увидел первые репетиции, как она в том платье, я как-то знаю, это черновдова, вот и паук такой, жопой так, крутила от платья, там такая была сзади выхривая. Боже, она мне так понравилась. Жалко, что она в финал не вошла, потому что все-таки, ну, обычно было, да сцена была, там все фонарики, требовала какой-то спеццветыки особенно, но... Давайте будем оценивать участника Евровидения 2019 от Хорватии. Хорватию представит... Певец Рокко с песней The Dream. Кстати, название песни подходит под логотип или же слоган Евровидения 2019. Dare to dream. Мой английский very perfect. Ой, на заставке я уже бачу, якийсь ангел с крилами, думаю, ты что будешь еще с первого дня на Лазарево, ну, сейчас посмотрим. Это национальный отбор, я так понимаю. В прошлом году вроде бы отбора не было. Вроде бы, не знаю. О, Боже, с крилами стоять. Боже мой. Что это за советский утренник? Причем здесь эти крылья? Я знаю, это как мальчик с Житомира выбился в Хорватию. Не по внешности, а по песне. Ну, типа, я ожидал, что будет зарывая высокая нота, если честно. А по нему, типа, ты-ра-та-та-тон. Логично, логично, просто. Просто ты-ра-та-тон, 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 ты-ра-та-тон. Ну, понятно. Песня предсказуемая, как вареники и пальцы. Ты-ра-та-та-тон. Нет, он имеет голос. У него есть голос, но он какой-то не обширный, он не объемный, он такой плоский. Поднялся до ноты, только проспевал и опустился. А люди такие, например, Джамало, та самая Полина Гагарина от России. У них такой, ух, объемный голос. Такой прям хочется слушать. Что-то крылья надев. Это же реально село. Житомирская область. Ну, куда они такие надеяли? Ну, понятно, что это высокая нота. О, Боже мой. Очень скучно, ну, просто очень скучно. Мне даже не интересно заслушать, я не хочу его слушать. Не ожидал от Хорватии больше, ну, честно. Но, знаете что? Ну, я кисть такие чертишо. И сейчас вот тарататан. Ну, конечно, это логично. Я вообще не... Даааа. Хере, точно же, хере. Чи я руку поднял, как Томелевин в прошлом году на отборе. Ну, вообще, я как-то так поднял, такой... О, яперный пакардебалет. Хай Бог миле меня, я сейчас умру от такого всякого. Я уже надеялся, что сейчас разрублю реакцию. Там будет хорошая песня, знаете. В отличие от Латвии, мне вообще это напомнило раннюю творчость Николая Баскова. Ну, как? Ну, реально Басков. Басков там 2000-х. Не скажу, что у него такой голос, знаете. Не то, чтобы он некрасивый. Он берет вроде бы высокую ноту, но ты слушаешь, что он некрасивый, эта нота высокая. Хоть он взял ноту, да, именно ту, яку треба. А вот, ну, не то, не то, есть... Мне очень нравится, как брала высокую ноту Полина Гагарина от России. Вот просто она их взяла, как Джамала брала. Ну, просто эти разные немножко тембры голоса у них, но они прям вкусно звучат. А це звучит, знаете, як вот о... Нохтям по стеклу, але в нужную ноту. Вот, ну, такие самые. Конечно же, это для меня лично не финал. Я надеюсь, что люди, ну, я не знаю... Ну, я еще не слышал даже о всех участников. Может быть, это еще даже будет что-то лучшее среди всех участников. Я что-то сомневаюсь. Эти крила, господи, это уже было 10 раз. Это уже было, знаете, сколько этих крилов у всех? Это как в селе. Вот, типа, считают себя модными. Хочут одеться. Даже воно не получается, но они же думают, что они гарно оделися. Они такие думают, что я такой модный. У меня біла кожанка, білі штани, біле, все. Ну, я не то, что его как личность. Я как номер побачив. Я же не знаю, кто он, с куда. Ну, с куда знаю, с Хорватии. Но все, это все, что я про него знаю. А это не то, что я как заявка на Евровидение от страны. Он представляет целую страну. Он не представляет там, я не знаю, какое-то там село свое. Представляет страну, Хорватию. Хорватия, знаете, это, знаете, не такая страна уже последняя. Но знаете, я не расстраиваюсь. Не, я кто, я еврофан, я расстраиваюсь. Но если судить как украинец, то мне, конечно же, нравится. У нас будет меньше конкурентов. Если так подумать логически, то, ну, шо мне расстраиваться. Ну, просто хорошо. Делитесь в комментариях, как вам представитель Хорватии. Нравится или не нравится. А также оставляйте свои комментарии по поводу этой реакции. Нравится вам мой фон. Я решил вернуться к нему. Буду там меняться. Знаю, это, чтобы не было однообразие моих видео. Подписывайся на мой канал. Ставь лайк. И также нажимай на колокольчик. Чтобы не пропускать мои видео. Чтобы следить за мной. Потому что я все-таки стараюсь выпускать реакции на все песни. Как это у меня получается. Монтирую, боже. Монтирую, монтирую, монтирую. Вообще, в создании видео, мне самое интересное, это не монтаж, а создание заставок. Вот, честно, я люблю создавать заставки. Это для меня самое лучшее. А вот и видео снимать и монтировать. Это так, знаете, вроде бы и нравится, а лишь потом мне его треба снять и смонтировать. А оно тут важко трошки. Ну, ничего. Знаете, если... Кто казал, что это легко? Для того, чтобы зайвать публику, аудиторию, чтобы вы меня смотрели. Мне же нужно тоже трудиться. Спасибо всем за то, что вы потратили свое время на меня. Потому что видео мне это самое драгоценное, что у нас есть. И всем пока. Фуууууу.